Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 11 декабря, понедельник. Время уже вечер, 6 часов. Я пришла с работы. Мы сегодня днём делали закупку продуктов, которые я наверняка уже выложила, и вы, возможно, уже посмотрели. А сейчас мы будем готовить с вами суп и плов из булгура в мультиварке. А суп у нас будет рыбный из консервы. Вот такая у нас консерва. Вот такие консервы. Сара очень дорогая, я взяла сардину. Так что будем сейчас... Начнём сначала с супа. Значит, у меня здесь замоченная перловка была. Я воду с неё слила. Сейчас вода закипит. Я отправлю в кастрюльку. Варить почти до готовности. А мультиварку я сейчас включу на тушение. Добавлю сюда немного подсолнечного масла. Совсем немного, потому что буду обжаривать свинину. Она и так достаточно жирная. У нас сегодня после обеда был такой сильный дождь и до сих пор идёт дождь. Так что у нас оттепель. Так, отправляю сюда свинину. Пусть всё это обжаривается. Морковь я нарезала уже для плова полукольцами. Здесь морковь у меня на тёрке, на тёрке, на крупной. И обжарила на сливочном масле. Это суп в рыбной. Картошку я уже почистила и порезала для супа. И булгур уже промыла, ждёт своей очереди. Пока у нас тут всё... Забыла включить. Пока у нас тут всё разогревается... Хотела сегодня отправить посылку Вике в Москву. Дам подарок на Новый год. Мне было на почте коробки размером как мне надо. 40 на 50 мне нужна коробка. Завтра заеду на главпочтаб, посмотрю там. Может быть, там будет эта коробка. Но если нет, тогда... Тогда отправлю в пакете. Хорошенечко всё упакула. И в пакете отправлю. Мне же Вика тоже скатерть, полотенца отправляла в пакете. Я... И ничего с этим не случилось. Я думаю, что и с моими подарками тоже ничего не случится. Всё будет хорошо. Так что отправлю в пакете. Ладно, жду пока здесь всё закипит. Включусь к вам попозже. Так, вода у меня уже закипела. Для супа. Я отправляюсь в пакете перловку. Минут на 40, наверное. 40-45 вот так где-то. Много замочила. Ну, ничего страшного. Много, не мало. Так, включаем медленный огонь. И пусть всё это варится. Минут где-то 45. Вообще перловка варится около часа, но минут через 45 я уже закину картошку. И вместе с картошкой уже тогда доготовится перловка. Так, у меня здесь обжаривается свинина. Уже много нажира дала тут. Не очень удачный кусок оказался. Ну, что делать? Сейчас открою сардину. Надо отделить крупные косточки. Не знаю, первый раз буду готовить с сардиной. Всегда готовила с сариной. Но саря сейчас стала очень дорогая. Всё-таки на суп две баночки. Не знаю, может быть, в других магазинах подешевле, а в метро почти 200 рублей баночка. Может быть, скумбрия надо было купить? Скумбрия, по-моему, тоже есть в таких банках. Ну, ничего, попробуем с сардиной. Ладно, я тут пока поотделяю, а потом уже к вам-то подключусь. А, ещё хотела вам цветочки с вами показать. Пойдёмте, покажу. Пока тут всё готовится, пойдёмте. Смотрите, что мне мешает филдетрон, который мы заказывали с Москвы. Видите, он распускает какой листик. Красивый, правда? Будет у нас уже три листика. А вот это не знаю, что это такое. Может, воздушный корень? Хотя вряд ли. Не знаю, что это такое. Красиво, да? Каждому листику рада. Сейчас ещё покажу. Смотрите, тоже стендапус. Прям боковой побег пустил. Видите? Какая красота. Я прям очень довольна. Радует меня. У этого филдетрона тоже, смотрите, видите, боковой листочек. Вообще классный. Он как-то растёт у нас прям вот в кучечку. Сам себя закручивает. Даже вот. Вот, видите, молодой тут побег. Вот он, листочек. Видите? У нас такой дождь идёт вообще. Слышно вам, как шумит? Вот молодой листочек, и вот молодой листочек. Так что филдетрончик мой молодец. Радует меня. И стендапус тоже меня радует. И вот тут у него молодые листочки. Классно вообще. Блин, что вам мешает? Сейчас москвича поставим. Мы его с Лёшей москвич называем. Так что вот здесь тоже, видите, новый листочек закрученный. И тут тоже, видите? Вот он. Вот он. Тут, наверное, два куста. Да, два получается. Классно вообще. У Алаказии я не вижу вот новых листочков. Пока не вижу. Вот мы когда купили, один у нас раскручивался. Вот. Вот этот, по-моему. Трубочка был. Раскручивался уже у нас дома. И всё. И больше новых листочков пока не было. Монстера тоже, смотрите. Я её когда на окно на это поставила, она вот досюда была. Вот эта вот ветка, это вот новая, представляете? Новый побег. Ой. Чё-то не то снимаю. Вот досюда она была. А это вот всё новый побег. И тут внизу у неё тоже, смотрите. Она настолько хотела жить, когда мы её залили. У неё подпрел корень. Я его нарезала. И всё это принялось. Смотрите, вот кусок корня был. Видите, пустил листик. Вот он, листик. Вот отсюда он листочек пустил какой-то. Видите, боковой побег. Откуда-то от корня, не знаю, прям. Зацепился он. Вот он. Листик. Видно вам? Вот он. Прямо оттуда, откуда-то сбоку. Вот эти тоже, видите, все прижились. И вот новые тоже листочки даёт. Так что Монстера нас простила за то, чтобы мы её залили. Да, моя умница? Ты нас простила? А помидоры Лёшина, я не знаю, их, наверное, надо выкидывать. Потому что они, смотрите, подсыхать начали. Видите? И цвести они не собираются. Только место занимают. Не знаю, что это за балконные черри. Но на рекламу точно не стоит вестись. Точнее, не на рекламу, а на надпись, которая была на баночке. Никакие-то не балконные черри. Ерунда какая-то. Вот хотел ещё фикус показать. Не хватает им вообще катастрофически света. Смотрите, он как вытягивается, видите? Ужас. Вообще. Видите, как повытянулся? Не хватает ему света. Ну, ладно. Весной купим новый. И он будет радовать нас всё лето. Они дешёвые. Фукси эти. Так что всё нормально. Тут у меня вязание. Лена, туника. Сейчас я вам чуть-чуть покажу, что у меня получается. один рукав у меня уже готов. Ещё не отрезала клубочка. Вот такой рукавчик. И сегодня начну второй. Вот здесь. Так что... так что всё даже лучше, чем я предполагала. Хорошо смотрится. Красиво. Ладно, пойду посмотрю, что у меня там на кухне. Так, свинина тушится. Всё, наверное. Она уже весь жир свой отдала. Сейчас морковь немножко тоже потушу вместе. и минут через десять. Тогда уже буду засыпать булгур. И томатную пасту тоже. покажу, как он подключился. Пока он подключился, тогда займись пока консервами. Так, сейчас добавлю сюда томатную пасту. Мне, кстати, эта томатная паста не очень нравится. Помидорка лучше. Вот такая. Вот помидорка гораздо лучше, чем эта. Мне больше нравится. Сейчас потушу. Всё вместе. Минут пять. И буду уже добавлять полгода. Кстати, у нас в городе уже вообще вовсю наряжают ёлки, гирлянды вешают. Я с бакочеком подключусь. опять внимание. Ну всё. Буду добавлять булгур и уже варить плов. Мне вот плов, кстати, с булгуром больше нравится, чем с рисом. Ещё рис не укатаешь, какой купить. Так, сейчас приправу добавлю один пакетик. Тут как раз один пакет на 350 грамм 350 грамм риса, но в моём случае 350 грамм булгура. сейчас всё хорошо перемешаю и из кулина добавлю горячей воды. Мама сейчас звонила. Говорит, вчера с кошкой играли. Мама, моя кошка есть. Она тоже уже 15 лет у мамы живёт. Я не знаю, было 15 или будет 15. Вот. И они, в общем, играли с этой кошкой и не знаю как. В общем, кошка вот как прикусила маме палец и там прям два клыка вот въявились в кожу. То есть кошка получается играла и не рассчитала. И мама говорит, так долго кровь не останавливалась вообще. Наверное, полчаса шла кровь из пальца. Ну, надо думать два клыка выткнулись. Так, всё, сейчас залью горячей воды и поставлю тогда уже на плов. плов у меня 30 минут готовится. А к вам тогда попозже подключусь. Будем с вами уже тогда суп доготавливать. Перловка моей варится уже 45 минут, так что будем добавлять картофель. здесь наверное много будет. не будут варять, а то очень густой суть получится. А большую кастрюлю обыкновенного супа я варить не хочу. Сейчас водички добавлю горячей. ну да, я думаю достаточно картошки. Еще будет морковь, рыба. Так что достаточно. Вот такие вот дела у нас. сейчас доготовим и будем отдыхать. Леша еще на работе. Я очень пораньше приехала. У нас смена вообще до 7 вечера, но я пораньше приехала, потому что мне надо покушать приготовить. Ладно, подключусь к вам про поршу. Не знаю, интересно вам смотреть процесс. В общем, я сейчас доведу это все до кипения. Добавлю морковь, поварю это минут 10 и буду добавлять консервы. И все. Ну и потом вам уже тогда покажу результат. Да? Не будем затягивать это видео процессом приготовления. Все-таки у меня не кулинарный канал. А то если кто-то подумает, что это кулинарный канал, скажет, вот это рецепт, умереть можно. Так что не будем затягивать наше видео. Попозже к вам подключусь. Плов мой уже готов. Вот такой у нас получился. Я конечно же уже попробовала. Это очень вкусно. Только свинина слилась с булгуром и плохо видно. Я делала 350 грамм булгура и 750 грамм свинины. Вот кусочки. Их много. И две небольшие морковки у меня здесь. Так что плов с булгуром готов. Суп сейчас покипит две минуты и тоже буду выключать. Я укроп добавила. сейчас покипит две минутки и буду выключать. Вот такой суп у нас получился. Сейчас попробую припрезить. Ну ничего так. Рыба ничего. Не сара конечно. но ничего. И на вкус я сейчас пробовала на соль. На вкус тоже нормальный. Так что вот такой вот у нас ужин. Сегодняшний ужин. Лапрошный обед. Я не буду кушать. Алёше не знаю. Придётся работать. Что-то будет есть. Но я думаю он что-то одно поезд. Так всё выключаем суп и всё. И моя миссия на сегодня выполнена. На фоне такой красоты хочу закончить наш сегодняшний блог. Хочу вас поблагодарить всех за то что меня смотрите за то что ставите лайки пишите комментарии большое вам всем спасибо если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всем спасибо и пока 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 не подписывайтесь не подписывайтесь Продолжение следует...